На тебе, корова, на тебе, ага, на тебе. Чего, блин? Лошадь? Откуда? Поп. Чтобы нарисовать лошадь, нужно 64 кожи, кто бы мог подумать вообще? Хотя, в принципе, это логично же, типа, с лошадей падает кожа. Но для меня это нифига не было логично. Нужно об этом рассказать Юле. Юля! Ну и где её черти носят? Юля прибыла. Юль, смотри, что у меня есть, ты видишь, смотри. О, карандаш. Ну да, ну ты посмотри, что это за карандаш. Лошадь? Откуда у тебя лошадь? Прикинь, я, короче, убивал нарисованных коров, которых я рисовал ещё хреновую тучу серии назад. И чё, и чё там? И мне выпал этот карандаш, я не знаю, за 64 кожи, оказывается, даётся карандаш для того, чтобы разукрашивать лошадь. То есть, понимаешь, мы из коровы делаем лошадь, это как эволюция, из обезьяны в человека, а только из коровы в лошадь. Капец, а то есть это так просто было? Да, 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 Юля, короче, я хочу срочно разукрасить лошадь, давай мне обратно карандаш. Подожди, какая лошадь? Мы крышу хотели делать. Ну, ну давай вначале разукрасить. Смотри, у нас дома уже снег насыпал. Ну, так поставь какие-нибудь блоки и всё просто на крышу, и нормально. Нет, мы договаривались, что мы пойдём делать крышу из тёмного дуба. Ой, ну хорошо, хорошо, давай так, мы пойдём искать тёмный дуб, и заодно я разукрашу лошадь по дороге. Так а зачем тебе лошадь, если у тебя даже седла нету? Ну, я и седло по дороге найду где-нибудь. А где ты его найдёшь? Тебе что, у нас в небо упадёт? Ещё Нового года не было, Дед Мороз тебе подарков не принесёт. Там по-любому, Юль, где-то по дороге мы увидим... Какой у тебя по дороге? Где они у тебя там валятся? Ну, пошли, пошли, вдруг найдём, ну пожалуйста. Ну, чё ты там встал, пошли уже. Ладно, наконец-то, я разукрашу лошадь. Опять снега нацыпала, как не знаю, что где дворники. Да, потом опять меня заставишь убирать, как всегда, где дворники. Я, здравствуйте. Да, кстати. Я главный дворник. Где моя... Я не чистил, нахрен. Ты меня зверхлопил. Почему снег не чистил? Женя, зачем ты меня завёл, эти джунгли вонючие? Шо мы тут делать будем? Откуда я знаю, где эти тёмные дубы вообще находятся? Мы просто шли вперёд. Я, чё, виноват, что у нас везде вокруг дома, блин, джунгли вообще высажены? Женя, почему тут везде яблоки растут? Я не знаю, почему. Вообще, в джунглях вроде бы яблоки не растут. Это какая-то... Какая-то хрень мы нарисовали вообще. Давай, Юля, просто перейдём эти джунгли. Я уверен, что где-то там впереди будут... Это будет в лес с тёмным дубом. Это что, пауки под водой плавают? Что это? Какие пауки под водой плавают? Это... Нет, это спрут. А, это... Я их уже видел, блин, они суперстрабные какие-то. О, смотри, потанцуем крабика. Все дойдём до клабика. Потанцуем крабика. Юля, танцевать крабикой мы будем, когда найдём твой сраный тёмный дуб и мне лошадку, потому что я... Там ты сраный, нормальный у меня дуб. Подожди, Юля, иди сюда, иди сюда, подожди. Чё, чё? О, Юля, это, кажется, джунгельская пирамида. Не, я вижу только крипера. Да не здесь, а вот здесь, ты посмотри. Я же тебе говорил, что я... О, смотри, кто это? Кто, что? Птица какая-то летит. Господи, помилуй. Это попугай, Юля. О, господи. Ой! Юля, а знаешь, что чаще всего появляется в джунгельской пирамиде? Я не знаю, тут миллион попугай. Тут появляется седло. Я же тебе говорил, что я его по дороге найду, поэтому пошли. Мне кажется, это ты специально это всё сделал, потому что так не бывает. Я ни разу не видела этих храмов, этих пирамид. Так, а я чё, виноват, что у нас джунгли на 2000 блоков вокруг нашего дома? Пошли сюда, Юля. Так, погоди, а у тебя есть факела вообще или нет? Погоди, Юля, только не торопись, не торопись. Где-то должна быть растяжка. Всё, вот, растяжка есть. Я её сломаю. Как было? Юль, тут нужно угадать. А-а-а! Тут нужно код отгадать. Подожди, ничего не ты... Твою мать, твою мать, твою мать, всё нахрен взорвётся. Юль, два седла, два седла, ты прикинь? А чё я натыкала, я ничего не поняла. Я тоже не понял, я по идее думал, тут должно всё взорваться. Подожди, а чё? Я чё-то закрылась. А, тут сундук. О, тут конская броня для лошади, прикинь? У меня ещё и лошадь в броне будет, прикинь? Юль, ты понимаешь, что я нашёл два седла? Это нам хватит на два этих... Я какую-то хренотель украла, пойдём отсюда. Пошли нахуй отсюда, Юля, бежим. Юль, тут какая-то фигня. Да подожди, блин, я застрял в этих сраных джунглях. Юль, я что-то нашла, это новые деревья. О, Юль, по-моему, это и есть этот тёмный лес, в котором дуб растёт. Похоже на какие-то большие грибы. Да, так оно и есть, там и грибы тоже растут, по-моему, если я не ошибаюсь. Смотри, сколько тут коровы, ссори, ссори коровы. Нам нужно определиться, кто что будет красить. Ну, то есть, нам же нужно не только разукрасить дерево, нам нужно ещё разукрасить доски, чтобы ты смогла крышу сделать. Я буду красить доски. Ну, хорошо, Юля, так что, если у нас получится хреновая крыша, это будешь ты виновата, потому что крыша у нас... Смотри, крыша. Ну, крыша. У тебя крыша хреновая, кажется. Подожди, Юль, смотри, а, кстати говоря, грибы, смотри, вот это грибы. Где? Вот это гриб? Да, это большой гриб. А что с ним можно делать? Ну, его можно сломать. А, грибы, смотри. Офигеть. Ещё червя, грибы, смотри. Короче, давай добывать дерево, потому что нам нужно целых, получается, сколько? Получается. Ну, целый стак нам нужен, ну, как минимум. Вот я тебе точно не хочу сказать. БУ! Юля, у меня уже есть бревно тёмного дуба. Нет, мурак. А у тебя доски есть тёмного дуба? У меня стресс из-за тебя. Ну, есть у меня доски или нет? Да, есть у меня доски. Всё, тогда пошли домой всё разукрашивать. Только по дороге мы должны найти лошадей. Ты посмотри, что он делает. О-о-о-о! Юля! Смотри, какой ты хренью занимаешься. Подожди. А почему ты как-то криво косо нанесил? А что с ней не так? капец ты быстро ну-ка проедется вперед капец понеслась и посмотрите на нее так юля поехали к нам домой вот наш дом уже впереди пошли пошли какими нахрен пуги пупами пошли домой юля так у тебя реально может какая-то как быстрее чем моя так я обгоняю на обгон юля и туда ты как вообще ты супер быстрая какая я не туда пошел я догоню тебя юля подожди ну капец взяла просто от меня убежала это твой трон все отлагала этот нарисованный майнкрафт конечно меня с ума сводит о все заводи заводи домой окей давай тогда вначале разукрасим темный дуб а потом сделаем этих лошадей посмотри на нее она лезет ха-ха-ха-ха лезет толстая смотри эта жопу греет давай рисовать уже заколебала я все ну давай раз два три так и шо у тебя тут получилось ну слушай мне нравится в принципе все такое в одном стиле оно летает что с ним ха-ха-ха-ха братан ты что-то мне кажется не то делаешь юль я хочу разукрасить лошадь пожалуйста можно я буду разукрасывать а я буду читать нарисованные комментарии погоди юля у меня появился один план а если вот так ладно короче я я снимусь не все таки броню потому что она может быть просто в рамке стоять знаешь такая ой гос подожди ты можешь сесть на лошадь сядь на лошадь и вот встань в этот угол да нет нет ниже вот так вот так стой погоди 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 стой 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 ты хочешь оленя с красным носиком о-о-о-о-о-о-о-о-о-о может вопрос перед тем как ты будешь читать ничего что у меня олень похож на собаку хх-ху-ха как может олень быть похожим на собаку ну хорошо на собаку с рожками хх-х какими с рожками Ладно, все, Китай Итак, нарисованный комментарий написала Настя Шершова Нарисуйте иглобрюха в виде коронавируса И когда вы будете в него мимо проплывать, он будет вас заражать Офигенно, у нас даже в нарисованном Майнкрафте будет коронавирус Кстати говоря, идея вообще офигенная Давай так и сделаем Да, я так и хотела Ну все Мне одно интересно, как они раскрасят блендеров Ударят по нему 64 раза Да блин, ну не как, а как его еще разукрашивать Ну скорее всего мы вообще его не будем разукрашивать Потому что нафиг его разукрашивать, если его даже нельзя добыть Так, к следующему нарисованный комментарий написал Данит Барба Жека Юлия, Данит Барба Я показал Данит Барба Ну давай, давай Написал, Жека Юлия, когда будете рисовать губку, нарисуйте ее как спанчбоб Будет интересно В проклятом Майнкрафте у меня был спанчбобом Ну вот, я тебе не пробью ты его играл Я что, здесь нужно тоже самое сделать, что ли? Я хочу спать его оба Подожди Юля, а что еще бывает на новогоднем олене? Колокольчики Какие? А где эти колокольчики должны быть? Ой Не, подожди Это серьёзный вопрос, вообще-то. Я не знаю, какие нахрен колокольчики. Если у тебя крипера, как батюс, у меня будет спешно. Ну тогда, нет, он же взрывается. Что у нас взрывается, Юля? Я, когда ты делаешь какую-то фигню. Хорошо, хорошо, тогда мы нарисуем крипера в виде Юли. Жень, ты всё? Ну, вроде как почти, почти. Я бы тут ещё, на самом деле, добавлял и добавлял, потому что я уж тут гирлянды хочу на него повесить, что-то ещё. Я не знаю, Юля, у меня получилась реально собака. Это нормально? Какая собака, Жень? Ну вот я не умею. Короче, в следующий раз, вообще, блин, почему я рисую эту сраную лошадь? Вообще, почему? Потому что я читаю нарисованные комментарии. Нет, потому что я очень хотел её нарисовать, но я почему-то не подумал о том, как я её буду рисовать. Я не... Я вообще не понимаю, как... Я вот помню, у меня в детстве самая главная проблема, когда вот что-то просили рисовать, это вот нарисовать какую-нибудь лошадь. Готово? Ура! Ты, наконец-то, самый тормозной рисовальщик в моей жизни. Подожди, подожди, всё, я нажимаю. Раз, два, три! Юль, ты где? Я здесь крышу строю, пока ты там везде не делал. Где ты крышу? Так ты посмотри, нет? Иди сюда, иди сюда. Сейчас, подожди, подожди, сейчас. О, Господи! Твою насрал, я не могу выйти отсюда. Помогите. Оленя! Юля, смотри, смотри. А ты не хочешь прокатиться на моём творении? Чё ты угораешь вообще? Идеальный, флёха, просто. Оленя! Что? Не похоже, разве, на оленя? Чё? Сломался и теперь ходит задом. Ой, аж какие-то толстые задни, смотри. Что-то не пошло, не по плану. Смотри, колечки, как ты говорила. Ой, колечки эти, Господи. Как его? А чё его оббезали? Я забыл, как называется эта хрень, Юля. Колокольчик. Колечки, блин, вот. Смотри, рога есть, рога видишь? Чё его оббезали? Это колокольчик. Я не знаю. Ну, ребят, ставьте лайки ваши нарисованные за такой шедевр, который Женя тут нарисовал. Это поставить лайки невозможно. Ты видимо даже седло нарисовал, ты чё-то на седле сидишь. Классно. Подписывайтесь на наш нарисованный канал и пишите нарисованные комментарии, если хотите попасть в следующую серию. Пока. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова